Я решила на себе испытать все тяготы военной службы и на один день перевоплотиться из корреспондентов солдата. Ну что, попробуем? Район поста, как основные функции, в этом момент, в виде вашей проблески. Сперва-наперво получаем форму. А вы всех так солдат одеваете? Помогаем. Мы стараемся еще продевать листы. В территории военной части первое, что поражает, это абсолютная чистота. Нет ни одной бумажки. Все достаточно просто, но очень-очень чисто. Товарищ майор, рядовой Бушкевич по вашему приказанию прибыл. Вы прибыли для дальнейшего прохождения службы в 83-й отдельной ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк. Прошу за мной. 83-й полк – единственная военная часть в вооруженных силах, которая занимается восстановлением и строительством аэродромов. Весь личный состав круглого года действован на объектах. Аэродром Бобруйск уникальный, и поэтому любые типы воздушных судов, любые самолеты, любые вертолеты могут садиться на наш аэродром. Скажите, а что мы сейчас будем делать? Есть такой норматив. Один архабазан одевается. Он называется. Вот так. Это одевание противогаза. Естественно, в последний раз противогаз одевала в школе. По команде газа военнослужащий обязан, значит, первое, затаить дыхание, набрать воздух, чем можно больше в себя, затаить дыхание. Потом должен закрыть глаза. Газы! Замерзжен себе, например. О, свобода! Война войной, а обед по расписанию. Вместе с солдатами следуем столовую. Владимир Данилович, Вы, как начальник столовой, наверняка точно знаете, что в меню. Салат из соленых огурцов с луком, на первое щи из маринованной капусты, суп картофельный с рисом, ну, на второе у нас картофельный перец, каркеты и макароны. На самом деле еда очень вкусная, горячая, практически как дома. Последнее задание – укладка плит на стадионе. Точно такие же кладут на взлетно-посадочных полосах аэродромов. Выдали каску, жилет и рабочие перчатки. Сейчас нам нужно сделать подушку под плиту. Для этого создается пескоцементная смесь. Тяжелая работа, конечно, но интересная. Даже один день, проведенный в армии, это очень сложно, но безумно интересно. Здесь работают замечательные люди. Службу несла Мария Бушкевич, оператор Максим Галеонко, Бобруськ-360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова